С 1 декабря 2022 года госорганы и суды должны будут ввести официальные аккаунты в социальных сетях. Что же изменится для граждан? Раньше обязательным для органов власти было лишь наличие официального сайта. Теперь же на законодательном уровне от них требуется ввести группы в соцсетях. Всем привет! Я Татьяна Пастушенко, начальник юридического отдела Дело Время. Мы законно избавляем граждан от непосильных кредитов и долгов. И сегодня вы узнаете про важный закон, обязывающий госорганы ввести в соцсети. Какую информацию госорганы обязаны будут публиковать в своих соцсетях? И как данные нововведения отразятся на жизни обычных граждан? Друзья, в одном из прошлых видео наша команда разыгрывала денежный приз. А именно, одному подписчику мы должны отправить 1000 рублей за комментарий по теме. Лайк и подписку на канал. И победителем стал комментарий, который вы видите на экране. Автор пусть свяжется с нами в телеграме по ссылке в описании. 1 декабря 2022 года органы власти должны будут создать официальные аккаунты с описанием текущей деятельности учреждений. Далеко не во всех ведомствах и госорганизациях ведут, либо почти не обновляют свои паблики. Однако жизнь показала, что самое удобное и быстрое общение граждан и властей именно через соцсети. Поэтому цель законопроекта обеспечить гражданам актуальную информацию, предоставить им возможность быстро подавать жалобы и рассчитывать на оперативную обратную связь. Принятием закона ведение пабликов из доброй воли чиновников превратилось в их обязанность. До принятия закона в России существовало порядка 72 тысяч госпабликов с общей аудиторией около 47 миллионов человек. Потенциальный объем еще 150 тысяч учреждений, страницы которых должны появиться в социальных сетях с 1 декабря. Адреса аккаунтов опубликуют на официальных сайтах ведомств. В соцсетях чиновники будут размещать новости, тексты и видеозаписи выступлений руководства ведомств. Итоги опросов, общественного мнения, материалы по темам, которые выносят на общественное обсуждение и результаты таких обсуждений. Предполагается, что Министерство цифрового развития разработает специальную систему на основе портала госуслуги, с помощью которой госорганы и организации смогут управлять своими аккаунтами, публиковать и редактировать информацию в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Как подобные нововведения отразятся на обычных гражданах? Предполагается, что подобный шаг снизит зависимость России от зарубежных сервисов и социальных сетей, поскольку российские соцсети, Одноклассники и ВКонтакте в полной мере исполняют законодательство страны. Никаких проблем с публикациями и необоснованными блокировками не возникнет. Кроме того, так как данные социальные сети работают в российской юрисдикции, компании и частные лица смогут обращаться в российские суды для защиты своих прав, если такие вдруг окажутся нарушены. Ничего из этого зарубежные социальные сети не предоставляют, так как они находятся за пределами России и по сути делают с аккаунтами российских СМИ и российских органов власти все, что посчитают необходимым. А если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь. Вы будете в курсе всех актуальных последних новостей, а также узнаете все о том, как абсолютно в законном порядке избавиться от непосильных кредитов и долгов. Помимо этого, мы регулярно проводим прямые эфиры с ответами на вопросы по кредитам и долгам. Также разыгрываем денежные призы от нашего канала. Подписывайтесь. А можно ли вести телеграм-канал? Телеграм не является социальной сетью, хотя этот мессенджер и зарегистрирован не в российской юрисдикции. Органы местного самоуправления вправе вести собственный канал. Телеграм-каналы завели в том числе правительство, министерство, генпрокуратура и главы российских регионов. А у нас тоже есть свой телеграм-канал, в котором мы рассказываем все о списании долгов через банкротство на основании федерального закона 127. Также у нас есть собственный чат для должников, где они общаются между собой и задают волнующие их вопросы. Вы также можете вступить в закрытый чат. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка находится в описании под данным видео. А если вас мучают кредиты и долги, и вы не знаете, как избавиться от них, то вы можете записаться на бесплатный разбор вашего дела от нашей команды, после которого вы точно будете знать, что делать с вашими непосильными кредитами и долгами. Напишите нам в WhatsApp по ссылке в описании, и мы с вами свяжемся. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои вопросы в комментариях, а мы уже скоро увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok